Животные написали письма депутатам. От имени бездомных собак сделали это сотрудники благотворительного фонда «Зооспас Саратов». В посланиях авторы рассказывают, как тяжело живется беспризорным животным на улице. Почему именно в такой форме волонтеры обратились к народным избранникам, мы спросили у руководителя благотворительного фонда «Зооспас Саратов» Елена Григорян. Здравствуйте! Елена, вот расскажите про эту историю, когда от имени собак или кошки было написано письмо. Мы вот сделали такую небольшую акцию, мы разослали письма депутатам областного парламента от имени собаки и от имени кошки. От имени брошенного добермана Марли. Это реальный персонаж, можно посмотреть даже на нашем сайте, в нашей группе. Это жутко в истощенном состоянии. В прошлом году нашли пса, привязанного к частному дому в самом центре Саратова. То есть собака была просто живой труп. Слава богу, у него уже все хорошо. Значит, вот этот пес написал письмо. И кот, запертый, замурованный в подвале несколько дней, умирающий от голода, кот Феликс. Кот Феликс – это, скажем так, собирательный персонаж. Но вот проблема того, что животных запирают в подвалах многоквартирных домов, замуровывают и все, она тоже очень актуальна. То есть вот каждую осень, каждую зиму нам звонят множество людей и говорят, что нам делать. Мы вот воюем со своими коммунальщиками. Опять же, все разговоры начинаются с того, что сначала мы пишем заявление. Была ли реакция какая-то? Есть несколько депутатов, которые нам так или иначе регулярно помогают. То есть они, конечно, отреагировали. Ну и, в принципе, именно перед депутатскими каникулами, скажем так, мы отправили, чтобы у депутатов, как у людей, было время почитать немножко с другой стороны, посмотреть на эту проблему. Они же тоже люди все на самом деле. Многих из них животные тоже есть. И то есть, чтобы они вернулись с каникул в сентябре и подумали, как нам с ними вместе решать эту проблему. Спасибо, Елена. Как бороться с проблемой бродячих животных и кто за них в ответе, мы расскажем в итоговой программе. Не пропустите субботний выпуск 15 августа в 12.30.